Всем привет! Я Егор Байзин, мастер спорта России. Занимаюсь фигурным катанием на коньках уже много лет. В 2020 году сначала в моей жизни очень много поменялось. Мне пришлось поменять партнершу. Катался я с Софьей Евдокимовой очень долго, 15 лет. Пришло время мне сделать какие-то изменения, чтобы дальше развиваться и пытаться достигнуть своих целей. 29 февраля 2020 года я встал в пару с Елизаветой Худей-Бердиевой и переехал в город Балашиху в Москву под руководством Дениса Эдуардовича Самохина и большой еще командой людей. Также Олег Иванович остался моим тренером и остается, и помогает всегда. Как бы начали мы подготовку с марта месяца этого года. Ну а из-за коронавируса и всей пандемии начался такой неприятный момент, когда лед закрыли, только мы начали скатываться, мы прервали свои тренировки. Прошло там 2-3 месяца и с июня кое-как где-то мы начали подготовку к этому сезону. Время у нас уже было мало. В июне мы были в Питере, начали ставить танцы, ставил танцы наши Денис Эдуардович Самохин. И с июля месяца мы вышли в Балашиху готовиться к открытым прокатам, которые пришли вот в начале сентября. Несколько раз ездили, там раза три ездили сюда в Тольятти, чтобы Олег Иванович посмотрел программы, внес какие-то свои коррективы, увидел ошибки. Мы сами очень довольны результатом. Он предполагаемый, но мы очень переживали, так как пара очень новая. И за очень короткий срок, в три месяца после пандемии, создать новые программы, вывести их на какой-то достойный уровень, это очень-очень большое достижение на сегодняшний день. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это было тяжело, и мне особенно перестраиваться под другой ритм. У нас разные техники катания. Я постепенно привыкаю, и вижу, что результаты этой работы в целом мне идут на пользу, поэтому я буду стараться дальше все делать, как говорят мне. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По подготовке встречались у нас и маленькие травмы, и болезни. А тут коронавирус, и уже автоматически такой... Есть испуг, что ты вдруг заболел. А подготовились мы к контрольным прокатам первым нашим. Показать то, что мы подготовили, что не зря мы встали в пару с Лизой. И показать у себя, преподнести, как новую пару, у нас вроде это получилось. И через недельку мы выиграли этап Кубка России в Сызране. Первый этап с очень такой хорошей конкуренцией. Мы никакие места не загадывали, никаких баллов, ничего. Не хотели, это опять же была задача, показать себя. Показать, что не только на прокатах, вот мы один раз, так сказать, стрельнули, и все. И отхотелось удержать планку, еще улучшить то, что мы наработали. Вроде как удалось, но работы очень много. Основная работа сделана, это постановка программ. Сейчас их только надо нарабатывать, накатывать. И думаю, что должно быть гораздо лучше. Программы получились интересные. Пара создалась перспективная. Надежды на эту пару есть, как у нас, у тренеров. Так же и у руководства федерации. Это только первое соревнование. Мы еще до сих пор не скатались, наверное. Очень много надо проработать. И на льду, и вообще и в зале, и везде. И это пройдет еще, наверное, год или полгода, когда я мог бы сказать, что мы плюс-минус скатались. Так же много работы надо провести с программами, с танцами. Мы сейчас будем исправлять. Надеемся, что с этой парой мы будем отбираться на Олимпийские игры 22-го и 26-го годов. Возраст у них позволяет, они еще молодые. Силы есть, задор есть. Поэтому мы в это очень сильно верим и надеемся. Очень много людей поздравило нас с первым соревнованием. Спасибо всем. Очень много. Это первый раз у меня такое. Соня поздравила. Ей тяжело, что грустит. И пытается, старается. Тяжелый у нас был процесс, разрывы, когда я сказал, что мне надо, я должен поменять партнер, что так получилось. Столько лет мы вместе. И плюс спина у нее болит. Короче, все это было тяжело. На протяжении месяца, двух я разговаривал. Пытался сделать, сгладить это все. Но для Сони это очень тяжело удалось. Но она молодец, держится ее, поддерживают все. Как бы всем нам не было обидно, печально, но очень многие спортсмены всех видов спорта заканчивают свою карьеру именно из-за травм. Она молодец. Высмотрела, приезжала контрольные прокаты наши в Москву. На мой день рождения поддержала меня. Сейчас в Сызране, я сказал, не надо. Ой, ну-ка, я справлюсь. Лизе 17 лет, ну вот и 18 сейчас будет. Со стороны, наверное, кажется, что тяжело. Разница в возрасте. На самом деле разницы в возрасте нет почти. Она несущественная. С ней очень, во-первых, работать не по-новому. Это приятно. Она очень исполнительная, любящая работать. У нее характер такой сильный, боевой. На соревнованиях, вот что я боялся, как оно проходит. Вообще все. Ну, типа, новые соревнования, новые партнерши. Девочка вообще не подает виду, не волнуется, ничего. Просто держится, как камень такой внутри. Сильный очень. Мы каждый друг друга дополняем, помогаем. Не может быть на этом этапе быть лидером. Наверное, не должен быть, потому что каждый подстраивается друг по другу, так как мы, типа, еще скатываемся. Мы не понимаем, что в каких-то местах, кто там, куда поехал, что куда, кто пошел. Надо помогать друг другу. На данный момент мне получается 25 лет. Моя жизнь спортивная, так сказать, родилась второй раз в этом году. Поэтому кататься мне еще придется. И хочется, и придется. Я надеюсь, что минимум 5 лет. Иначе бессмысленно все, что я. До этого делал то, что мы выиграли в Сызрани. Это, можно сказать, маленький первый шажочек, который должны были мы сделать с Лизой. Круто, что получилось выиграть. Но это будет отправленная точка в нашей карьере. Больше рисковала она, наверное, даже, Лиза, чем я. Ну да, я рисковал. И на данный момент он оправдывается. Но все в будущем узнаем, как оно получится.